Я с вашего позволения начну с таких, я бы сказала, достаточно общих оснований. Помните, я на презентации сказала, что развернув в самом начале лекции фразу «Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда». Звучит как будто бы просто красиво и ни о чем. На самом деле, следствий у этого постулата очень много. Если вы, или не побоюсь этого слова, я — звезда, то что это значит? Это ответственность, это колоссальная ответственность за то, что из себя представляет моя, скажем так, звездная система. Насколько в ней много магического мусора, кого я притягиваю, насколько уютно и комфортно и хорошо тем планетам, которые ко мне притянуты. Насколько хорошо мне с этими планетами. Насколько мы друг другу помогаем в нашем развитии. Это говорит в частности о том, что лично мы и только мы несем ответственность за какой-нибудь, я бы сказала, неприятного начальника, сплетницу-подругу, совершенно нетерпимую свекровь, отвратительного пьяницу-мужа, несносных детей. Ну, далее весь список вы можете продолжить. Вот всё, что в жизни делается не так, вершится не по вашей воле, явно вам мешает. Вот пройдитесь по этому личному списку внутри себя после занятия. И подумайте, почему этот человек, что этот человек делает в моей жизни. Только вот без вот этого вот, как это сказать, нью-эйджерского посыла, наверное, это мои испытания, это, наверное, те уроки, которые я должен получить и так далее, и так далее. Нет. Подумайте, что вас привлекает этого человека. Почему он вообще каким-то образом ещё существует в вашем мире. Почему он именно таков. Айси, вы некорректные, скажите, вы, если это моя мама, куда я от неё денусь, да, я должна всё равно ей заниматься, или должен, и так далее, или это если мой ребёнок. Всё равно учимся, да, перестраиваем отношения так, да, чтобы эти отношения не являлись мучительными, да, что для всех причём. Мы должны научиться работать со своей магической вселенной. Каким образом магия, которую вы будете изучать здесь, поможет вам наладить отношения со всеми этими людьми, либо исключить их из своей жизни. Вот удивительная история, но это так. Это действительно поможет нам разобраться с нашей жизнью. Через определённые намерения, о которых мы сегодня говорили, через определённые состояния. Вообще есть в магии действительно две вещи. Это правильная постановка цели, можно назвать цель, можно сказать намерение, можно сказать запросы. Просто это разные аспекты одного и того же. Разное аспектированное, скажем так, обращение к одной и той же истории, которую можно назвать, ну, представляете себе ДАЦ, да, есть там, условно говоря, ну, много разных, есть цель яблочко, да, и есть много-много вопросов разных. Вам, наверное, меня не видно, может быть, или вы гвинетесь, или хотите, я немножко сдвинусь. Я вижу, что вы как-то выглядываете. Так вот, правильно поставленная цель, правильно поставленная цель ритуала – половина задачи, половина успеха. Вторая вещь – это наше состояние. Мы не можем фактически ничего сделать в обычном нашем душевном, духовном состоянии, в котором мы с вами ходим в магазин, нет, есть, конечно, просветленные люди, которые просветлены 24 часа в сутки, но в общем и целом в этом обычном состоянии очень сложно что-то изменить, да, то есть вот пластифицировать реальность. Мы с вами будем учиться пластифицировать реальность. Вот когда она просто так, она железобетонная. И очень часто вы тоже, наверное, сталкивались с ситуацией, что не делаю, а всё равно получаю на выходе, ну, условно говоря, автомат Калашникова, да, всё равно получается не то, что я задумал, не то, что я ожидал, не то, что я хочу. Просто потому что мы не сумели настроиться на некую работу. Мы не сумели попасть в состояние суперпозиции, я сговоря уже языком, ну, квантовой физики. Тут же штука какая? Я немножко два слова скажу о связи магии и квантовой физики. Я не претендую на глубинное познание квантовой физики, но определённые вещи, конечно же, я о ней знаю. Смотрите, до буквально последнего десятилетия, может быть, двух последних десятилетий, квантовые физики всегда говорили, что всё, что вы, уважаемые популяризаторы, хотите нам сказать о макромире в связи с квантовой физикой? Всё это попса, и всё это ненаучно, и так далее. Потому что всё это распространяется только на микромир, на мельчайшие частицы. И только последние лет 20, да, уже стали вестись эксперименты, и стали выдвигаться достаточно умными и достаточно признанными в научном мире людьми гипотезы о квантовом сознании, о квантовой работе сознания, о том, что вот те самые сложные вещи, которые происходят в, ну, то, что можно назвать феномены магии, да, феномены изменений, суть производства квантовой работы с сознанием. Из наших, там, допустим, это, там, тот же самый Менский такой, всё это люди, остепенённые доктора наук, причём не каких-нибудь парапсихологических академий, а вообще физических, эти научных институтов, да. И, скажем так, речь идёт о главном, да, что для того, чтобы что-то изменить в реальном мире, человек должен попасть вот в то же самое состояние, да, суперпозиции, которое, может быть, происходит иногда и в микромире. Для сравнения, тот же самый Менский говорит о вдохновении, о сне, о состояниях сна, то есть это, естественно, у нас не преподаются управляемые сновидения, но, тем не менее, работа со снами, я думаю, будет, наверное, варьяненом курсе, я так предполагаю, и астральные работы, вообще, эврика, любая эврика, когда учёному приходит в голову решение какой-то задачи, над которой он бился, чертов пропасть времени, это всё состояние суперпозиции. Мы будем с помощью ритуалов учиться в них входить. То есть эти вещи будут работать, чем хороши ритуалы. Почему можно было бы делать и то же самое, но без ритуалов. Вы знаете, как это? Вот я пожила, и произошло. Я говорю о том, что я учу церемониальной магии, чтобы потом вам не нужна была никакая церемониальная магия. Надо понимать, что это в определённом смысле экзоскелет. Это экзоскелет. Но мы с вами не являемся головой профессора Дуэля. Мы с вами обличены определённым интерфейсом. И у него есть определённые каналы восприятия. Ну, основные, знаете, аудиальные, визуальные, кинестетические. Это основные каналы. И мы всё равно должны работать через них. Мы с вами обоняем прекрасный запах, аромат, и у нас меняется состояние. Мы слушаем музыку, например, с какими-то тем еще и бинауральными волнами, и у нас меняется сознание. Мы видим какие-то прекрасные цветы, и у нас тоже идёт изменение сознания. Поэтому в ритуале используются, задействуются все эти каналы. Мы учимся вибрировать. Ибо словом, да, был сотворён мир. Вибрацией был сотворён мир. Мы учимся, мы работаем с музыкальным, с музыкой, мы работаем с символами, с символической системой. В обязательном порядке вот сегодня у нас будет такое водное погружение именно в символы. Это стихийные символы, это планетарные символы, и, соответственно, символы телемы, это каббалистические символы. Я тут ещё буду претендовать на то, чтобы вам за пять минут рассказать то, что Марси вместе со мной будем рассказывать вам целый год. Но чтобы хотя бы дать представление о том, что такое каббало, что такое древо жизни, да, чуть-чуть и об астрологии тоже скажем. Помните, я сейчас немножко вот именно пройдусь так углублённо по стихиям. Я сказала во время нашей с вами презентации, что, скажем так, стихия — это в первую очередь то, с чем мы работаем, наше внутреннее состояние. Никто не говорит, что огонь — это тот огонь, который вы поджигаете на комфорку, да, когда поджигаете. Появляется вода — это то, что течёт из крана, хотя, естественно, это зримые проявления. И, ну вот, ушёл, по-моему, мой один студент, с которым у нас была совершенно замечательная по поводу воды история. Он был у меня на индивидуальном занятии, и мы занимались водой. У нас стояла чаша с водой, мы на определённой медитации проводили с водой, и вдруг заглядывает брат Марси, что не характерно, никогда мы не мешаем друг другу вести занятия, и говорит, знаешь, у нас потоп. У нас потоп, потому что я прихожу, действительно, раковина полна какой-то воды непонятной, я удивилась, конечно, говорю, знаешь, давай я закончу сначала занятие, я не могу это некрасиво отвлекаться, потом мы будем решать, кого вызывать и так далее. Я возвращаюсь, как ничего не бывало, веду занятия, продолжаю, заканчиваю. Я уже после этого со смехом говорю, ну, думаю, ну, сейчас буду разбираться. Беру эту чашу с водой, ну, вот он уходит, выливаю его в полную раковину, раковина схлопывается, и уходит вода. То есть это вот такие вот случаи, они встречаются сплошь и рядом, удивительнейшим образом. Поэтому, кстати говоря, это я рассказала забавный случай, сейчас расскажу менее забавный, и перейду ещё плавно сделать по интернет, со вставочку по поводу техники безопасности. Девушки, мои коллеги говорили тоже на эту тему, насколько важна техника безопасности. Дело было, не побоюсь этого слова, 20 лет назад, и мы ещё с группой такой энтузиастов, все мы были энтузиастами в какой-то момент, проводили ритуал Юпитера, в котором есть замечательные слова о водах громокипящего моря, которые хлынули из разума. Проводим мы этот ритуал, на этих словах действительно слышим, как нечто хлынуло откуда-то, куда-то, куда и что хлынуло, мы, конечно, ну так не поняли, потом пошли смотреть, прорвало потолок навесной, в ванной, и вот всё, что там копилось, как это было нажито непосильным трудом, то есть скапливалось явно очень долго, оно хлынуло в ванну. То есть вот такие в магии нужно отвечать, это я к чему говорю, за каждое слово. Безусловно, важна очень техника безопасности. Поэтому у нас все ритуалы, вот у меня, по крайней мере, в каждой, видите, каждый преподаватель по-своему позиционирует свой курс, каждый преподаватель, ну скажем так, вкладывает слово безопасность, что-то своё. Вот я тоже определённые вещи вкладываю в слово безопасность.